Жизнь удалась. Хорита дрыхнет. Ой, не могу. И червячки мои тоже дрыхнут. Насосался. Сусечки. Да, привет, кошечка моя. Привет, мои любимые. Ну что, я ела знаете во сколько? Да, не поверите, половина первого ночи. Вот я не шучу. Честно, честно. Что-то меня пробило. Я ночью не ела, наверное, года два уже ночью. Ой, я уже сказала. В начале предложения ночью. Вот, что-то меня пробило. Я, короче, пожарила кусочек себе курицы этой грудки. И сделала салат из редьки. Просто потерла редьку с маслом, с подсолнечным. Вот с этим. И с солью. И все. С таким аппетитом съела. И без ничего курица. Без чеснока. Без майонеза. Без ничего. Просто с солью. И все. И времени уже, смотрите, второй час. И я почувствовала, что снова проголодалась. Прошло только сколько? Двенадцать часов. А я уже голодная. Надо что-нибудь приготовить. Что-то я зависаю так после Эпифанцева. После Никауша. Прям в момент сейчас улетаю. Хорошо. Эпифанцев в Таиланде. А у нас тут, смотрите, зима полным ходом. Метель. Второй день. Вот сейчас вроде бы немножечко стихает. Так что пойду гулять. Сейчас кушать приготовлю. Поем. И пойду. Смотрите, лавочку мою почти завалила. Мне сейчас Ниночка писала в WhatsApp. Папе говорит, ну ты чудная такая. Со своим этим питьем, не с кафе и всего на улице. Я, говорит, на тебя насмотрелась. И сама стала чай пить, на улицу выходить. Она живет в своем доме. Вот. Так что. Хороший пример. Заразительный. Помыла после курицы сковороду. Сейчас буду искать сельдерей. Где у меня сельдерей? Так, тут лимон. Вот он. Вот он у меня сельдерей. Такой огромный. Уродился на даче. Сейчас буду его чистить. Тереть. Не знаю, этот. Смотрите, тоже как. Сердце. Сердце красавицы. Склонно к измене и перемене. Или этот. Гейда, Оля, гейда, ля, гейда. Ну, выбрала эту. Это арабская считалочка. Которую мне научил Сухик. Говорит, мамочка, если ты не знаешь, как выбрать, то считай так по-арабски я тебя научу. Вот научил, я выбрала. Так. Сейчас буду его чистить. Буду чистить и допивать не с кафе. Сусика ложечкой. И я с 11 числа Соломону не могу дозвониться. А Осману позвонила в Телеграм. У него ватсапа нет. Вот. И, короче, я ему звоню, он сбрасывает. Ну, видно, он на работе. И я ему послала голосовое. Говорю, где там Сусик, что с ним. Потому что Соломон болел. И у их этой... Ну, жены Мухаммеда ковид обнаружили. Еще там что-то она, короче, тоже болела. Они там все болели. Я говорю, куда они пропали с 11 числа? Нет. И, короче, я... Ну, как-то, что ли, переживаю. Смотрите, он лыжи несет. Лыжные палочки. Пошел мужик кататься. Ладно, все буду чистить. Пить кофеюк. Вот. И я Ниночке рассказывала, что это очень полезно на свежем воздухе именно кушать или пить чай или что-то. Ну, именно вкушать. Потому что еда это как благодарность Богу. Когда ты кушаешь, ты полностью открыт. Как говорят, что во время, когда пьет животное, его даже змея не жалит. Вот. Это очень-очень такое. Я уже почти дочистила, кстати. Вот. И еще я ей говорила, что хочу очень свой дом. вообще не могу у меня как это в квартире вот чувствую как будто клаустрофобия или чего. Мне постоянно хочется на улицу. Постоянно. Так я когда в своем доме жила, я в доме почти не находилась. Я все время сидела или под этим навесиком, или в саду гуляла, или там кресло выставляла. Вообще на солнце сидела на солнце по полдня. Вот. И смотрела вчера Ирину Хиндилайф. Она говорит, в Индии очень много отелей, где это номера сдаются без окон. Представляете? Говорит, и многие люди отказываются, потому что у многих клаустрофобия, они не могут в замкнутых помещениях. Как это без окна? И тем более в Индии. А многие наоборот радуются, что классно нет окна, значит не будет на этом мейн базаре там где-то в Дели или где-то не будет шума от транспорта, от людей, от всех. Вот. Представляете? Без окна. Я сразу же вспомнила, как мы снимали комнату с подругой на улице Восстания. мы там у Алексея снимали комнату 6 метров. Представляете? 6 метров. То есть она такая вот как сейчас наша кухонька. Такая малюсенькая. Ну тут вот холодильник стоит, а там не стоял, там стоял какой-то шкаф. Вот я почистила, смотрите. Мария Ивановна, я готова. Тут хочу повнимательнее получать вот это все. Так вот, и у нас в этой комнате не было окна. Вернее, оно было, но очень высоко, если становился на как оно там называется, на носочки, ну на пальчики, то можно было бы там дотянуться головой до подоконника. И оно было такое вот малюсенькое, как форточка. И мы в нее видели, в эту форточку угол дома противоположного, ну, противоположного, который напротив нас был. И видели всегда огромные сосульки на 2 метра висели зимой. Ну там зимой снимали, когда это было года, наверное, 4 назад или сколько. я жила в Щелково, а потом вот мы приехали в Питер. И вот эту сняли комнату вот буквально за один день. А потом после нее уже нашли эту на Чернышевской, ну в которой прожили сколько? 8 марта. 8 марта мы ее сняли, представляете? вообще. 8 марта 4 года назад. А мой канал я, наверное, открыла чуть позже. Ну все, нормально почистила. Не могу уже. Нет, это нетерпляча. О, чистенький, нормально. Сейчас буду тереть. Он правда такой жесткий, как камень. Он вообще не как картошка или как капуста или как тыква. А он реально как камень его не разрезать. Даже я вроде считаю себя культуристом и то не могу разрезать. Очень тяжело. Как это делают женщины я вообще не знаю. Кто молодец? Я молодец. Меня кто-то просил рассказать рецепт шарлотки как слова трудно подбираются вообще, потому что я там где-то ту-ту-ту-ту. Но я буду когда делать, может быть завтра, может быть когда, и сниму видео, и все-все-все-все-все покажу в процессе. Так что, мои любимые, не пропускайте. Хотела что-то рассказывать и снимать, но меня отругали вы, что я рассказываю. И вот когда труп, то вам ничего не слышно, только грохот посуды, еще что-то. значит сейчас буду ставить на паузу и в промежутках рассказывать. Вот я сейчас труп одну половинку. Вот наполовину уже ее стерла. Ну вот один готов. Я почистила луковицу. Сейчас луковицу два потру, потом вторую половинку. Боже, как легко трется лук и как тяжело сельдерей. Вот столько моей любимой получилось сельдереевой стружки. давай Илюся. Там еще и луковица. Теперь посолить. Не вижу сколько соли. не люблю солить. Пересолить значит влюбилась. Так теперь сюда яйцо. так как стружки много я два яйца разбила. что я люблю когда много такой запах от сельдерея идет вообще на всю кухню. сейчас сюда добавляю укроп добавила укроп а сейчас смешался запах сельдерея с укропом так классно вообще как будто я где-то на природе все это размешиваю хорошо и сюда добавляю пару ложечек столовых муки и можно приступать к готовке халиме мне что-то написала ватсапе я ее просила сказать что там с соломоном с амаль с этой женой моего бывшего новой ну как новой в 20 лет уже время идет забывать о том нельзя надо прожить нашу молодость не зря так сейчас муку но у меня сыпанулось немножко больше чем две ложечки столовых ну может три-четыре что делать хорошо вымешиваю правда последний или как там крайний раз мы с Сусиком разговаривали 11 февраля я даже с Валентайном его поздравляла ватсапе он мне ничего не ответил он даже не читал даже не заходил заходил 11 числа последний раз в общем хорошо так вымешиваете чтобы везде попала мука чтобы они были сверху хрустящие ваши драники в общем вот так включаем газ разогреется масло и жарим вилкой естественно ложечкой консистенция вот такая получается хотелось бы их конечно со сметаной но сметаны у меня нет весь майонез с майонезом не хочу вот так подруга ушла не знаю как там ходит надо хоть и бегать на нее глянуть что она там что она у нее ничего не порызла что значит гуляет по режиму что значит собачка гуляет по режиму она сразу стала такая спокойная раньше вечно лезет не сидит ни секунды ни минуты если Юлька куда-то уходит все у нее там прям страдания мое масло ложечку ложечки 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 одной не хватает все время фильм советский вспоминаю проводнице проводницу вагонов которая ходила ложечку искала так полмали ну и как-то его тут формируете как вам удобно как вам нравится можете малюсенькие делать можете большие чем меньше например тем они будут твердее или как зажарить тем жестче чем крупнее тем они будут такие внутри мягенькие как картофельное пюре так наформовала лук и мягенькие и лук и лук и и и и Вы знаете, я сегодня какое-то там видео мне в рекомендованность пришло, про мой город детства. Я смотрела и на одном из видео, по-моему, увидела свою первую свекровь, я аж подпрыгнула. Отставляете, мои любимые? Можно лапы немножечко отодвинуть, поблагодарю и Вас тоже, чтобы у меня было медленно еще у Ваших братьев. Поджарить. Я так много уже не снимала, блин, тут плохо муклара смешала. Поверьте мне, запах божественный, какими-то травами. И какими-то овощами, и так сразу, знаете, как сосет этот желудок. Ну вот, неудобно одной рукой, но я все равно попробую с Вами вместе переворачивать. Вы смотри, они еще не очень поджарились. Надо подольше. Сейчас посмотрим, он подольше. А, не ломайся. Вот гаденыш поломался. Ничего. Ну вот я такие большие в этот раз сделала. Как говорила моя бабушка, большому куску и рот радуется. Этот вообще еще не поджарился. Значит, потом еще раз переверну. Тыль ты, дорогой. А в центре я только недавно положила его так, чтобы пока еще дожарилась. Вот так вот. Кто молодец? Я молодец. Люблю Вас, мои хорошие. Всем божественного дня. Вот уже времени без двадцати. И я уже хочу кушать больше и больше.